сниму немного трактора вот его будем тянуть все забираем трактор везем в кировский район то есть один наверх ко мне чё всем привет тем большущий камазовский селям алейкум мы сегодня выезжаем в кировский район точно сам не помню куда забыл сейчас 4 чем-то утра в 4 утра я встал пока туда-сюда 427 встал выезжаем и вот вчера ночью загрузили собственно сейчас мы ставим так огур карточку такой сейчас будет рисик ведем синий трактор как мультик для детей синий трактор у нас там дома ребенок есть как он обрадоваться когда увидел синий трактор так что выезжаем сейчас на заправочку быстренько за скотчем и на рублей 5 на разобрались 5 тысяч 110 заправиться чуть-чуть разверли неудобно камеру держать и смотреть туда все пошла заправочка пошла заправочка главное чтоб они не заглядчик один раз у меня было на этом аппарате самообслуживание он мне на трех или четырех тысяч перестал вообще салят тут дуть ладно одной руку неудобно заправляться кстати куда заправляемся вот собственно наш трактор четырехкотловый Т-40 что-ли насколько я знаю ну такой прикольный я прокатился говорит что едет 8 12 передач ну понижено повышено 6 передач понижайка повышайка 12 просто 6 передач говорит что может 8 разогнаться не знаю насколько это правда конечно не трудно верится но вполне возможно я еще сверху на рубль потому что бак видимо у меня пустой был а еле когда горловины дошло я еще на рубочке сверху заправился до 20 чем-то литров на всякий пожарный думал что ладно подошлись рублей думал что нам еще там грузиться сеном ехать сюда чем мы разбудили трактор заблочит вам показать . голос головы 802 так крановщик всего крановщик 4 за камазом как бы вроде бы нормальный камаз кран ну чуть не особо ухожен но скажу установку и я же на я была не шансе тоник через стоны помнят это вылет не два танцева сколько там 22 метра у меня умеет что может даже меньше были все мы выехали грузится на поле сейчас едем за всем еще анекдот расскажу человек говорит типа мои знакомые черта чё-то для тополя грузит по 400 типов камаз я говорю я не знаю как вы так пусть я гружу как есть меня вот сено солома влазит от 120 до 200 чеков зависимости от размера чеков какие эти есть вообще круглые там вообще меньше залазит ну вот эти рулонные тюки помощи их понты заводить так я к чему говорю просто люди какие-то иногда странные попадаются да не говорит он же 400 я привод я приеду сами увидите что физически не загрузить 400 типов на одиночку камаз полкозь ну ну зависит какие тюки есть как ракушка то загрузите 800 тюков смело размера как ракушка как газобетон дорога здесь желает лучше конечно я не знаю откуда они вообще такое в голове берут но сейчас едем пусть грузят свои четыре стюков я знаю что они не залезут я стараюсь грузить выше кабины на 2 3 указались 50 размеров и за делать последний парида делаю такой небольшой скос ну вот скос чтоб не прямой был не падал а такой типа патрика пирамидка в конце идет я люблю так делать потому что плюс дорога дальние все-таки с и чтобы ищите не докапывались ну и на борт чуть на плюс кладем чтобы и увязка то есть ряд 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 и вот таким образом мы грузимся сейчас вот увидите тут еще в этих полях и очень первый раз там вида суда против набор из нас блин дождик прошелся местами трава из чернозем были хоть мы сами камни если это особо нет нету причин встать но сейчас на горочке который зашлифовал так довольно неплохо здесь видимо заброшенный старый аэродром что-то гоняет драк рейсинга на славути газонок здесь еще и заросло чем уж на камаз драк рейсинг драк рейсинг все мы загрузились залезла 140 тюков какие говорил и луна снизу покажу 5 рядов я знаю что люди грузят больше есть такое но я тоже гружу больше почему но почему больше не загрузился потому что мне надо ехать через тавриду через симферополь домой и у нас требуется и провода местами очень низко висят очень много проводов которые низко висят и очень много гаишников которые просто на все очень сильно докопаются и этот рейс он ничего не стоит чтобы вообще так так скажем риск рисковать так что вот человек говорит на 300 надо было как-то 300 хотя бы у нас четыре значения кто по 400 грузит и снова же зависимости от как его размеров тюков так что вот мы загрузились по факту 140 ну то есть куда там больше я не понимаю это надо его ну я потом вам живую покажу снаружи как туда больше но больше на сортику план на два вида больше сделать хорошо это у нас получается в районе до 190 можно будет доложить но уже не говорить то есть он уже выше четырех метров получается на 4 чем-то не знаю не знаю так чисто по месту да когда я там перевожу кому-то чё-то вполне возможно так загрузить от полнере загрузиться и поехать там где ты знаешь где нету эти проводов где нет гаишников и тому подобное ну так как я еду сейчас через тавриду как минимум сейчас я проеду два поста а то и три ну знаете это рискованное тело эти команды слегка идет даже не шлифует потому что здесь есть камни а вот в октябрьском вообще камни нет ну есть не в том количестве и получается камаза не за что цепляться а тут получается есть камаза что цепляться он четко идет как бы пробуксовывает мордах а тянет ну не из такси идет и все сгруженные нормально разрисовка четкая так что даже не знаю сколько потом уже давно не возил сено сейчас посмотрим на трассу выйдем как поедет я вам скажу первая горочка скажет плюс-минус сколько грузов на нервы кеду я тут уже не вижу смысла первые два тети едут постоянно сигнале тормозят тебя на сену пола сена я груза мне два тюка упала я как понял на обочину на таврид уже не послал обратно вращаться были на бакопорил конечно вязать уже не вижу смысла надо будет оставить кармашек еще раз посмотрите обезболее так такой момент чуть непонятный и это не знаю что в этот момент делать ты же на обратно не поедешь здесь скоростная трасса надо было поехать по вон той старой дороге где старый крым белогорск по той дороге надо было мне поехать сейчас наймем кармашек остановимся посмотрим чё к чему а люди постоянно были сигналят я кричу знаю знаю но что я могу сделать смысл мне уже сигналить об этом говорить я уже в курсе а вот здесь вот 20 тела вряд ли кто-то из вас может быть и я не вот она моя мечта А такой бы я себе очень сильно хотел Хамазик Пятнашка Плюс семитонная стрела Блин, не сказка, а Так, у нас вроде ничего не падает Все-таки, что-то скорее всего Из-за того, что я быстро ехал Я же начал под 70 Чем-то ехать И видимо там еще ветер был сильный боковой Вот его и сдуло Так, мы опять Не опять, а снова Загруженный Хамазиком Сейчас будем По нижней будем подниматься Решил я через наше Трудовое поехать Здесь тоже смотрю поля Прямо конкретно полями не знаю, что ли заниматься Думал, объеду всех гаишников Не буду через Симферополь мучиться Значит, я еду И тут гаишники попадаются Нормальный, порядочный человек попался Все, посмотрел Посмотрел документы Говорит, опограф все печатает Я говорю, да, печатает, опограф есть Он говорит, все, я понял Говорит, шли опыти Ну, то есть никаких проблем Спокойно спросил Ну, тут как бы поля Я не знаю Тут везде сено Косит Там у нас сел зерноток стоит Ну, такой Не прям огромный Ни как на матерьке Прям огромный Нет, там такой На полу его стелет Мешок такой огромный Ну, такой большой Такая большая база И зернотока Такого нету Большого, огромного Хранилище, имею ввиду Вы поехали через Трудовое Хоть у нас и дождик Я просто не стал уже Мочить машину и себя Думаю, поеду через Трудовое Надеюсь, дорога высохла там Да и КамАЗ-Гружан Ему пофиг Он сейчас в эту Там у нас дорога Все равно более-менее В принципе, я везде проеду Так вот, еще Еле как еду в салоне Стояло у нас много мусорки Эти большие ездят Контейнеры И он остановился зачем-то на Тавриде Аварийку включил Не включил, точнее Что-то делал он там в кабине А у него, получается, С этой железной херни Вовсю лилась Какая-то гадость Ну, вода И я, получается, уже не могу влево Мне, ну, и так в зеркале плохо видно И не стал влево перестраиваться На левую полосу Думал, обычная вода И что-то проскочил До сих пор вонючий запах в салоне Такая гадость вонючая Да и лихтовые, если проехали по этой луже Все это Всеми колесами Попал на эту вонючую лужу Попал на эту вонючую лужу Блин, мне кажется, только мойка поможет Точно от такого же гадость потекла По-моему, не от него Потому что он какой-то пустой едет А от другого, ну, от такого вот Камазиска потекла Вот это у нас Я вот там где-то живу Он далеко не видно Там вот оранжевое здание есть Где мороженый цех Там мы с вами живем Ну, вернее, я и мои подписчики Которые меня смотрят Вот в таких красивых местах мы живем И моя тачка Которую я подготовил для вас И обязательно я сниму Была куплена исключительно Для этих мест Для этой горной местности Я вам говорю Можно говорить Как бород-борода Жизнь удалась Реально В такие места попасть Красивые Блин, даже будет такое, что Устроим встречу подписчиков Кто из местных Я бы с радостью Брал бы с собой в городе Реально с радостью Так что ждите Все будет Просто очень много проблем Что и ролики так долго не выходят Очень много проблем Которые, блин, создаются На ровном месте Просто их балом Их надо все решать У нас здесь Кстати, этот военный полигон И эти проблемы решать надо Кипец Кстати Вот такой вот Гильзу нашел В ходе Когда грузился Когда у учебных стрельбающих Гильзы вот так вот Куда-то улетают Грубо говоря Не знаю, от чего это Но гильзы Дело такое Привез Клиент Не знаю Но с моей стороны Это кажется Он меня чуть надурил Но я уже не стал спорить Я ему цену объявил Одну А он На пару тысяч дешевле А че так можно было что ли? И типа доказать, что Мы так по телефону сказали Подтверждали несколько раз Я отцу звоню Дорю Как так? Отец говорит Нет, я одну цену назвал Как есть Я же, говорит, не настолько глупый Чтобы не помнить Какую сумму назвать Я не знаю, с чего он это взял Как он это придумал Насчет этой цены Я ему там Пару тысяч верну Такое Ни наше, ни ваше Но просто Сам подход Это мужик слишком Он, во-первых, и так Назвал неправильные места Потом он Он считал каждую копейку Куда я ехал Якобы Я не туда поехал Я поехал меньше По километражу Он посчитал по коду По этому километражу Или что Я говорю Цена была озвучена Одна Я говорю Цена не менялась Я, хрен, узнает Я не стал с ним спорить Я думаю Странно как-то Так себе Ставьте лайки Подписывайтесь Подписывайтесь Даже вырезать не буду Так что Это Я забыл концовку записать Это уже новый ролик Который вы увидите После этого ролика Так что ждите Спасибо Спасибо